На самом деле, взгляд с трех сторон на данную проблему и что мы можем предложить с точки зрения лекарственной терапии. В принципе, конечно же, попытки улучшения эффективности сочетанной химио-лучевой терапии предпринимались и до активного изучения иммуно-онкологических препаратов, но, к сожалению, большинство из них, практически все, оказались безуспешными. Попытки были бы на самом деле самые различные. Это и использование различных цитостатиков, в частности, токсанов, безусловно, препаратов платин, это базисный препарат, который всегда должен использоваться вместе с лучевой терапией. Использование топозида, использование таргетных препаратов гифтиниба, эрлатиниба, цитоксимаба, увеличение дозы лучевой терапии, различные последовательности применения цитостатиков и лучевой терапии до нагрузочных курсов, индукционных курсов химиотерапии, в дальнейшем курс химио-лучевой терапии или последующие консолидирующие режимы лекарственной терапии, к сожалению, никакого влияния на увеличение общей выживаемости это не приводило. Это, как правило, сопровождалось высокой токсичностью и часто приводило к раннему завершению данных исследований. И стратегии консолидирующих режимов, то есть режимов лекарственной терапии после завершения курса химио-лучевой терапии, с использованием, как я уже говорила, и цитостатиков, и таргетных агентов, не привели к какому-либо позитивному влиянию на сроки жизни пациентов. И трехлетняя общая выживаемость этих пациентов не превышала 20-25 месяцев. Разумеется, когда мы подошли к эре иммунотерапии, безусловно, вот эта проблема лечения нерезиктабельного рака легкого в третьей стадии, она явилась одним из таких объектов очень такого пристального внимания для этой новой области лекарственной терапии. И если общая история иммунотерапии рака легкого не превышает 8 лет, мы видим, что 2012 год – это первая фаза испытания неволумаба, то 2017 год – это, в принципе, такое принципиальное внедрение иммуноакологического препарата, в частности, дурволумаба, для больных, имеющих третью стадию и завершивших курс химио-лучевой терапии, не имеющих признаков прогрессирования после нее. Не буду говорить на особенностях противопухолевого иммунответа, мы о нем очень часто говорим и о нем прекрасно знаем, но, в принципе, Андрей Иванович уже упомянул, и я еще раз подчеркну, что, безусловно, имеются предпосылки для сочетанного воздействия, взаимодействия между химиотерапией и иммунотерапией, лучевой терапией и иммунотерапией, и, в частности, комбинированной химио-лучевого метода и последующей иммунотерапией. Почему? Потому что и цитостатики, и лучевое воздействие приводят к массивному высвобождению опухолевых антигенов, их презентации и запуску иммунного ответа. Безусловно, включаются механизмы ускользания опухоли от иммунного ответа, в частности, гиперэкспрессии PD-L1, и дурволумаб, как один из ингибиторов этих точек приложения, он приводит к реактивации иммунной системы и, таким образом, к системному противоопухолевому ответу. Потому что мы прекрасно понимаем, что любая злокачественная опухоль на любой стадии, и уж тем более рак легкого третьей стадии, это далеко не локальный процесс, требующий только такого локального воздействия, это то, что требует системного лечения, и иммунотерапия, как мы видим, уже успешно с этим справляется. Разумеется, имеет смысл вернуться к исследованию, на основании которого мы имеем достоверное подтверждение эффективности метода иммунотерапии у больных данной стадии злокачественной опухоли легкого. Исследование ПАСИФИК, исследование третьей фазы, с большим количеством пациентов, более 700, пациенты, завершившие курс химио-лучевой терапии, не имеющие признаков прогрессирования после нее, в течение шести недель после завершения химио-лучевой терапии были рандомизированы или на группу терапии, иммунотерапии дроволумабом в течение одного года, или на группу наблюдения, плацебо-контролируемое, безусловное, исследование, в соотношении 2 к 1. И мы видим, что рандомизация могла производиться даже в следующий день после завершения химио-лучевой терапии, то есть, в принципе, в дальнейшем было показано, что чем раньше начинается поддерживающая терапия дроволумабом, в частности, после окончания курса химио-лучевой терапии, тем больше выигрыш имеют пациенты. Поэтому, на самом деле, непосредственные сроки после завершения химио-лучевой терапии имеет смысл при отсутствии каких-либо ограничений переходить на поддерживающее применение иммунопрепаратов. Первичные и конечные точки, безусловно, самые важные, это общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования. Ну и, безусловно, оценка всех других интересующих нас параметров. В принципе, уже первое подведение итогов данного исследования через полтора года после рандомизации показало выраженный эффект дроволумаба, в частности, в увеличении сроков выживаемости без прогрессирования. Мы видим, что в три раза повышается медиана выживаемости без прогрессирования. Абсолютный выигрыш достигает практически одного года. То есть, пациенты, получающие, поддерживающие иммунотерапию, у них риск прогрессирования снижается в два раза. И в этом году на ЭСМО были представлены уже обновленные данные по выживаемости без прогрессирования. Ну, на медиану, мы видим, не повлияло. Но абсолютные сроки без прогрессивной выживаемости, они весьма-весьма убедительны. Треть больных, получавших дроволумаб, не прогрессируют через четыре года от начала лечения. И только каждый пятый пациент в группе наблюдения не имеет признаков прогрессирования. То есть, безусловно, здесь эффективность, она показана. И еще более важные данные, это, безусловно, данные об общей выживаемости. Как раз то, что подчеркивает именно системность иммунотерапии. Как мы прекрасно понимаем, именно в этом ее преимущество перед всеми другими видами лечения. Через четыре года после начала лечения половина пациентов, получавших дроволумаб, живы. И только треть пациентов в группе наблюдения также живы к этому времени. Мы видим медиану общей выживаемости практически четыре года в группе дроволумаба и всего два с половиной года в группе наблюдения. Поэтому, конечно же, вопрос, наверное, здесь достаточно решенный. Причем во всех подгруппах пациентов, независимо от статуса курения, вне зависимости от пола, от статуса ПДЛ, от других параметров, от гистологического типа опухоли, выигрыш при использовании иммунологического препарата он безусловен. Безусловно, мы понимаем, что, как правило, гибель пациентов происходит не от местных локальных рецидивов, а от отдаленных метастазов, в частности, от поражения головного мозга. И здесь принципиальные данные оценки именно этого параметра. Мы видим, что дроволумаб, в частности, в два раза снижает риск возникновения метастазов в головном мозге. И практически двукратное увеличение медианы времени до появления отдаленных метастазов в группе больных, получавших иммуно-онкологические препараты. Здесь терапия после прогрессирования, безусловно, она проводилась, потому что пациенты в обеих группах прогрессировали в том или другом проценте. И, конечно же, в группе плацебо практически каждый четвертый пациент получал дальнейшую иммунотерапию. То есть этот методик, этот вид лечения, он, безусловно, у всех пациентов, имеющих рак легкого, он реализуется обязательно в порядке, на том или другом этапе. Ну, здесь то, о чем я уже говорила, что чем быстрее мы начинаем лечение после окончания курса химио-лучевой терапии, тем больше выигрыш в плане выживаемости имеют пациенты. То есть в пределах двух недель уже целесообразно начинать лекарственное лечение. Данные по безопасности. В принципе, Друволумаб не продемонстрировал каких-либо больших признаков токсичности при использовании после курса химио-лучевой терапии. Но, безусловно, также, что иммунопосредственные осложнения были чаще именно в группе пациентов, получавших данный препарат. Но, с другой стороны, осложнения 34-й степени, они примерно 3,5%, 2,5% в обеих группах. То есть такие серьезные осложнения, они существенно не отличались. То есть выраженной токсичности использование данного препарата в поддерживающем режиме не приводило. Конечно же, вызывает всегда вопрос о том, как же влияет на ткань легких применение данного препарата у пациентов, перенесших уже курс лучевой терапии. Если мы посмотрим, да, некоторое, конечно, увеличение частоты развития пневмонита и после лучевого пневмонита выше в группе больных, получавших Друволумаб, но такой специальный проведенный поданализ, он показал, что и время до наступления пульмонитов, и длительность пульмонита, и сроки их разрешения, они сопоставимы в обеих группах. То есть, в принципе, можно предположить, что основной фактор развития пульмонита у пациентов, получавших или не получавших Друволумаб, он обусловлен не столько этим препаратом, сколько предшествующей химио-лучевой терапии. Поэтому мы видим, что длительность лечения была сопоставима в обеих группах и в контрольной, и в исследуемой, вне зависимости от наличия или отсутствия пульмонита. То есть, в принципе, та точка токсичности, которая больше всего беспокоила исследователей, она, к счастью, не реализовалась. Поэтому, таким образом, мы можем говорить, что данная методика, она, безусловно, является уже стандартной и должна использоваться максимально широко, поскольку снижение риска смерти на 30%, улучшение выживаемости без прогрессирования в два раза, при этом абсолютный выигрыш практически год, выживаемость без прогрессирования, снижение частоты развития новых метастазов, в частности, такого серьезного осложнения, как поражение головного мозга, и весьма такой приемлемый профиль токсичности. Разумеется, Друволумаб – это не единственный препарат, который изучается в данном контексте. Много исследований второй фазы уже было проведено, и в отношении пембролизумаба, и в отношении отезолизумаба, и неволумаба. Андрей Иванович также уже о них упоминал. В принципе, тенденция к повышению эффективности использования этих препаратов, она прослеживается быстрее на второй фазе. И то, что сейчас уже является законом для нас, это клинические рекомендации АОР, рекомендации Русска этого года. После завершения химиолочевой терапии пациенты в ближайшее время, после окончания этого вида лечения, должны подтвердить отсутствие прогрессирования, и если его нет, то им рекомендуется поддерживающая терапия Друволумабом. Причем уровень достоверности доказательств 1b. И путь пациента, имеющего третью стадию рака лёгкого, это его выявление, его верификация, мультисимулярное консилиум с обсуждением, с участием хирурга, с участием радиолога. План лечения включает, в принципе, по современным стандартам химиолочевую терапию и поддерживающую иммунотерапию, пока Друволумабом, пока единственный препарат, заэлистрированный в данном контексте, проведение курса химиолочевой терапии, оценка эффекта, которая возможна сразу после окончания данного лечения, и по рекомендациям переход на иммунотерапию Друволумабом в течение одного года. И то, что интересно сейчас, те исследования, которые проводятся, это исследование уже третьей фазы, да, третьей фазы, извините, которая проводится фирмой Блистер-Майер-Склип, в частности, это комбинация неволумаба химиолочевой терапии и последующая поддерживающая терапия неволумабом или комбинации неволумаба и эпилюмаба в сравнении с тем режимом, который мы только что с вами рассмотрели. Безусловно, это интересно, дизайн исследования представлен здесь, видим, получается, три уже группы сравнения, в поддержке у нас идет комбинация НИВА-ИПИ, или НИВА, или контрольная группа Друволумаб. В прошлом году исследование стартовало, конечно, я думаю, что ряд проблем испытывают все центры, которые переживают нынешнюю пандемию, поэтому, может быть, некоторые будут изменения в плане даты окончания набора, ожидается через два года, и дата подведения итогов через четыре года. Но это, безусловно, интересно, и, безусловно, точка приложения для данных видов терапии, монологических препаратов, третья стадия, и в дальнейшем, конечно, более ранние стадии рака легкого вида, безусловно, это, наверное, то, к чему мы сейчас закономерно пришли, и та область, с которой мы будем все больше и больше работать. Благодарю за внимание.